Сначала нынешнего года уже более 60 детей-сирот из Волгоградской области обеспечены новым жильем. Подробнее о данной программе мы поговорили с заместителем председателя комитета строительства Светланой Кузнецовой. Светлана Юрьевна, долгое время у нас программа по переселению детей-сирот шла со скрипом. Сегодня ситуация меняется. Расскажите, пожалуйста, о том, каких успехов мы добились в этом проекте. Государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были централизованы на уровне органов государственной власти с 2013 года. С указанного периода по настоящее время, если говорить об общей работе по региону, удалось заключить договоров на приобретение жилья для сирот около тысячи, то есть за два с половиной года, и предоставить из этого количества жилья непосредственно сиротам 663 квартиры. Активизация процесса обеспечения жильем детей-сирот началась с 2014 года, с прошлого года, когда жильем было обеспечено около 300 детей-сирот. Из них 195 детей-сирот по договорам найма специализированными жилыми помещениями и оставшиеся во исполнении решений судов. В этом году, исходя из возможности бюджетного финансирования, мы планируем обеспечить жильем около 300 детей-сирот, ну и, соответственно, законтрактовать еще большее количество жилья, чтобы было задело на будущее обеспечение жильем. Проблема обеспечения жильем стоит достаточно остро, не только в Волгоградской области, но и во всей Российской Федерации. Только у нас по региону насчитывается нуждающихся в обеспечении жильем и необеспеченных жильем около 3000 детей-сирот. Очередность детей-сирот, она сформировалась не одномоментно. К моменту начала реализации государственных полномочий на уровне субъекта, то есть Волгоградской области, всего в списке значилось чуть более 500 детей-сирот, не обеспеченных жильем. И только за 2013 год произошло увеличение очереди более чем на 1500 человек. Это было связано с тем, что, во-первых, внесены определенные изменения в федеральный закон об основных гарантиях для детей-сирот, которые дали возможность большему количеству сирот, которые ранее не подпадали под обеспечение, встать на учет нуждающихся. И они воспользовались своим правом и встали на соответствующий учет. В последнее время в области у нас действительно появилась тенденция не покупать квартиры, а все-таки больше строить. В связи с чем это произошло? Необходимо отметить, что в предыдущие годы, когда это было полномочия органов местного самоуправления, соответствующие полномочные органы были ориентированы на приобретение вторичного жилья. И уже потом проверочные мероприятия, которые мы проводили, показали, что это жилье зачастую не соответствовало нормам санитарным, техническим, а в некоторых случаях даже признавалось непригодным для проживания. Покупалось жилье в отдаленных хуторах, вторичный жилфонд несоответствующим требованиям. То есть в основном это жилье приобретали на открытом рынке недвижимости. Когда же полномочия были централизованы на уровне органов государственной власти, мы изучили, проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что в настоящее время реалии изменились, и что мы должны быть ориентированы на строительство нового благоустроенного жилья, как на территории крупных городов нашего региона, так и в селах, и, соответственно, в городских поселениях. И с 2013 года комитетом строительства начата работа по разработке типовых проектов строительства домов блокированной застройки, это дом на два хозяина, домов 24-х квартирных и многоэтажного жилья. В настоящее время эти проекты активно реализовываются. Уже в ряде районов построены такие коттеджи на два хозяина. Отказов сирот не было, то есть все заселяются, довольны. В настоящее время объявлен аукцион у нас в Николаевском, Паласовском, Октябрьском районе на строительство 24-х квартирных домов. Это жилье с полной отделкой, готовностью к заселению. То есть там есть все, сантехника, отделка, ну, по сути дела, это жилье, в которое сирота должен заселиться и жить. Светлана Юрьевна, а кто вообще отслеживает вот эти вот нормативы, как они соблюдаются, и какая вообще работа в области проводится по маневренному фонду сегодня? Это находится под непосредственным контролем комитета строительства и нашего подведомственного учреждения управления капитального строительства Волгоградской области, который, кстати говоря, и является балансодержателем этого имущества. Необходимо отметить, что с 2013 года с внесенными изменениями в федеральный закон в целом изменилась правовая конструкция предоставления этого жилья. То есть если ранее это жилье предоставлялось сиротам по договору социального найма, и сирота без всяких ограничений мог приватизировать это жилье, распорядиться им, то есть сразу же после момента получения, то уже с 2013 года было введено некое ограничение в виде того, что это жилье стало относиться не к жилищному фонду социального использования, а к жилищному фонду специализированного найма. И заключается соответствующий договор сроком на 5 лет. В этот пятилетний период как балансодержатель в лице УКСа, так и органы опеки, которые должны все-таки отслеживать ситуацию этого сироты, должны смотреть, каким образом сирота оплачивает ли он коммунальные услуги, как он бережно относится к этому имуществу в виде жилого помещения, и в целом, как этот сирота адаптировался в обществе. И по истечении данного пятилетнего срока органам опеки выдаются заключения, в котором отражается, что да, ребенок-сирота адаптировался в обществе, и с ним возможно заключить договор социального найма. Как раз-таки это и вытекает из того, что большое количество нуждающихся в получении жилья спецжилфонда, что невозможно обеспечить одномоментно, оно и диктует те реалии, что нужно создавать жилищный фонд для временного проживания, так называемый маневренный жилищный фонд, где ребенок-сирота проживает временно до получения жилого помещения в виде квартиры, изолированной, по договору специализированного найма. Мы приступили к формированию такого фонда с 2014 года, были предусмотрены соответствующие средства в бюджете Волгоградской области, и на сегодняшний день на базе бывшего общежития технологического техникума в Красноармейском районе по адресу Саушинская, 13-Б, активно формируется маневренный жилищный фонд. Мы планируем в этом году завершить работы по реконструкции данного здания. Сам маневренный фонд будет сформирован из 108 жилых помещений в виде изолированных комнат, и до конца года те нуждающиеся во временном жилье смогут получить долгожданное жилье для временного проживания. Светлана Юрьевна, спасибо вам за беседу.